Всем привет, меня зовут Роман, я фронтендер-разработчик в компании Cycrum. Тема моего сегодняшнего доклада это то, что стоит в бэкграунде у Material, то, как работает Material. Я, наверное, познакомился со спецификацией Material еще в Material.is.css, наверное, одна из первых реализаций, которые я увидел, которая в основе своей имела в jQuery, конечно. Конечно. Но тот же bootstrap тоже на jQuery работал. Но следующая наша была версия. Она работала на первом Material AngularJS, но она совсем нам не подошла, потому что была в глубокой бете, и только к моменту, когда мы уже перешли на четвертый Angular, мы смогли нормально реализовать все, что нам нужно, весь, всю Material спецификацию только в Angular.is. Извините, в Angular четвертом. Собственно, тема моего сегодняшнего доклада касается CDK, что расшифровывается как Component DevKit. Это также утилити, которую он предоставляет для работы с домом и датой. DataTable API. Ян, тебе очень бы помогло это, проинвестигировать то, как работают таблицы в Material. Там есть как раз датировки, погенация, все, что тебе нужно. Мы еще дойдем до этого. И порталы. Порталы — это вещь, которая спасает людей, когда им нужно что-то скомпилировать в рантайме, потому что в ahead-of-time компайлинге, в ahead-of-time сборке Angular выпиливает полностью компиляторы сборки, и у нас нет никакой другой возможности рендерить компоненты. Ну что же, мы до этого еще дойдем. Формально CDK можно разделить на такие две группы. Это DOM-хелперы и Data-хелперы. В первой группе у нас есть Platform. Platform — это утилити-функции, которые помогают нам определить, какая в текущий момент используется платформа. То есть это Edge, WebKit, точнее, какой движок стоит за этим. У Chrome это или Bling и тому подобное. То есть это, например, если мы работаем с Universal, поможет нам достаточно точно определить, какие фичи поддерживает наша платформа, а какие нет. То есть для более тонкой настройки клиента, который MarenDream. Overlay. На Overlay построены такие вещи, как, допустим, диалог референсы. Допустим, тот же… Кто у нас еще там на Overlay используется? В общем, все мы знаем, что такое Overlay. Это вещь, которая не позволяет нам скроллить экран, когда у нас что-то открыто. То есть диалог там какой-нибудь, модалка, кто как называет. Скроллинг. Скроллинг. Все мы знаем, что есть некоторые проблемы, чтобы подписываться на ивенты скролла. Ну, я не знаю, кто-то подписывался. Вот с Иоником, возможно, кто-то работал. Там очень часто это используется. Как раз вот эта библиотека помогает нам подписаться на Target и отслеживать все скроллинг ивенты, которые нам нужны. Точно так же можно заблокировать Overlay этот скроллинг. Точнее, нет. Если нам нужно заблокировать скроллинг, мы можем это использовать в Overlay. Аккордеон. Это наш expansion panel, который, грубо говоря, все мы видели в Bootstrap наши панельки, которые раскрываются для показа какой-то данной. Но здесь немного более расширенный API, потому что у нас есть возможность объединять аккордеоны в группы и также отслеживать, какой из них открыт и работать с ними, как, допустим, форм-визорды. Ой, что-то произошло. В общем, форм-визорды, когда нам нужно… Сергей, тут что-то сломалось. В общем, отслеживать, какие степы открыты, какие нет. Сейчас я вспомню, что было следующее. Порталы. Спасибо. Порталы. Порталы — это целая отдельная тема, которой я коснусь… Вернись. Спасибо. Порталы — это целая отдельная тема, которой я коснусь в конце. Они как раз… Ну, я уже говорил о том, что они нужны для того, чтобы в рантайме… Для динамических компонентов. Но мало того, что для динамических компонентов, так для динамистов… Вы можете полностью кастомные данные передавать. То есть в рантайме мы можем использовать различные темплейты, различные стили, различные… Даже вплоть до провайдеров. То есть все полностью конфигурабельно, если это нужно. Но в большинстве случаев это не нужно и не использовать. Data. Data source. Является частным случаем collections. Частным случаем collections. То есть это класс, который… Сергей, не помогайте мне. Это класс, у него есть свой change detection. Он внутри себя отслеживает изменения своей коллекции и изменения данных. То есть там очень большая работа проделана над перформансом. То есть там используется… Не буду даваться в глубокие подробности, но change detection strategy там отточены очень хорошо. И это очень положительно влияет на перформанс, если вы используете collections и data sources для слеживания каких-то больших объемов данных на клиенте. Что тоже не является best practice. Но иногда нам приходится рендерить таблицы в тысячи строк. И у нас нет никаких вариантов, кроме как либо использовать динамическую генерацию, либо погенацию. Ну, все равно. То есть, да, есть подходы, но… Следующая наша — это cushion. Это две utility-функции. Там всего две utility-функции. Это приведение к типу. Приведение к типу boolean и приведение к типу array. Очень может приходиться в проекте приведение к типу boolean, потому что многие пишут там ng-if и какие-то данные. Но это позволит очень сильно сэкономить на dirty-checking Angular. Это приведение к типу. Потому что оно, грубо говоря, на внутри ангулярных методах написано. И очень легко… Там, насколько я помню, используется просто curse-boolean. Метод и все. И оно легко, грубо говоря, внедряется в проект, если вам нужно в какие-то моменты отслеживать и отрисовывать темплейты, основываясь на тех или иных условиях. Observers позволяет нам подписываться на определенные коллекции и отслеживать в них изменения и реагировать на них. То есть это, в принципе, что-то типа subscribe для collections. Что-то типа того. Keycodes. Keycodes — это у нас список просто ASCII-значений для клавиатуры. Не только клавиатуры, для любого девайса, который вы можете использовать. Там вплоть, по-моему, даже до точбаров маков можно вот эти вот кнопки, если вам нужно. То есть там очень много всяких значений. Просто хелперы. Набор хелперов, если вам нужно реагировать на определенное нажатие клавиш тех или иных. Следующий пункт — это data table. Data table состоит из таких групп элементов. Это CDK table, который атрибутом принимает data source. Это контейнер для таблицы. И сам по себе является чем-то, как прокси-модель, в которую мы передаем данные, на которые сам CDK table подписывается и реагирует на его изменения. То есть это что-то по типу behavior subject, если выражаясь в RxJS. То есть мы можем в него так как и передавать данные, точно так же он отвечает и за рендеринг данных. То есть при изменении data sources изменяется то, что отображается у нас в таблице. Далее идет ng-контейнер, что является, как и написано, определением колонки таблицы. И он должен в себе содержать header cell and CDK cell. То есть, грубо говоря, оглавление и саму по себе ячейку. То есть это как раз то, где мы кастомизируем то, как выглядит наша таблица. Header cell — это определение то, как выглядит наш хедер для таблицы. И cell — это то, как выглядит наша ячейка, которая, в свою очередь, позволяет работать с данными через то, как вы объявите именно в этом месте. Вот здесь, как вы объявите, значит, точно так же вы будете с ними работать внутри этой ячейки. Также нужно в самом конце таблицы определять… Точнее, не обязательно в конце таблицы, просто нужно определить header row, то, как таблица, нужно отрендерить ваш ряд с хедерами. И точно так же вот сюда передается… В атрибут CDK header row передается массив именами колонок, которые вы используете в таблице. А в CDK row вы передаете точно так же, но при этом вам нужно еще определить, какой переменной вы присваиваете значение, собственно, даты, которые вы передаете. Предварительно так выглядит обычный экземпл для CDK table. То есть вот у нас есть definition для ячеек, вот такие, и вот здесь мы определяем их значение. То есть у нас есть username age title, и точно так же вот мы здесь присваиваем row, переменной row, значение из даты, и мы тогда имеем доступ к пропертьям этого row. Приблизительно вот так оно и работает. Я не вдавался в подробности по тому, как работает сортировка, погенация, фильтринг, а также… Что там у них еще есть? Ну, в принципе, вот эти три основные, потому что там очень хороший мануал написан именно у материала по этому поводу. А так как мой доклад касается CDK table, а не mat table, я решил немного не касаться этой темы. Ну, вы можете… То есть material table как раз построен на CDK table, поэтому, в принципе, там идентичный синтаксис, только единственное, что изменяется, это вот здесь mat table, и вот здесь mat header cell, mat cell и тому подобное. То есть CDK меняете на mat, и у вас material таблица. То есть у вас тогда… В чем просто разница будет? У вас автоматически применятся стили из материала, и вы получите вашу таблицу, ну, уже в материал стиле. Вот. Data source. Data source – это краеугольный камень, вокруг которого построена таблица. Он принимает… Он имеет в себе два метода. Это connect и disconnect. В методе connect он должен возвращать observable, на который подписывается, собственно, наша таблица. И на выходе он выдает поток данных, на который подписывается наш… Точнее, на вход он принимает поток данных, на который подписывается наша таблица, для того, чтобы отендерить свои колонки данными. Как вы можете заметить, может она строиться на чем угодно, как на веб-сокетах, как на том, что сделал юзер, когда вы делаете observable from event. То есть любой тип observable подходит для того, чтобы являться источником данных для таблицы. То есть это просто должен быть observable. И все. Вот пример data source, который построен с использованием фильтра от user input, и также с изменением данных из… В нашем случае просто какая-то абстрактная база данных. То есть вот здесь мы объявляем, что наш фильтр change – это behavior subject, и что здесь мы сделали get-ресеттеры для просто более легкого обращения к фильтру. Вот этот наш display data changes – это одна из рекомендаций того у материала, как лучше оформить свои observable, которые мы передаем внутрь коннекта. То есть они рекомендуют их оборачивать в массив и потом делать observable merge. Но как вы будете их делать, это уже ваше личное дело. То есть на самом деле здесь можно, грубо говоря, подписываться на первый и через pipe у их всех чинить. Если кто-то знаком с letable operators в RxJ, там появился такой pipe, в котором внутри можно передавать… Пайп – это аккумулятор, в который внутрь можно передавать кучу всяких операторов и потом чинить эти все observable, но это не тема моего доклада. Поэтому перейдем дальше. Вот. В нашем случае в дисконнекте можно ничего не писать, но это метод, в котором… Он работает по принципу ng-on-de-stroy. То есть если вы знакомы с back practices в Angular, то в большинстве случаев нужно делать unsubscribe. В данном случае точно так же. Но так как я использую pipe, мне этого не нужно делать, потому что это на уровне RxJ само делается. Но если у вас более старая версия RxJ, то я бы рекомендовал там, допустим, здесь добавить оператор take-until, к примеру, и здесь подписываться на него, чтобы уничтожать у нас поток данных. Ну, для того, чтобы у нас не висел сабскрайб лишний. В общем, в примере порталы. Порталы — это очень многое стоит за порталами. Я очень много времени потратил, когда мне нужно было… Вот такой use case приходит с сервера статический HTML, и в этом HTML используется наш компонент. То есть, точнее, даже не то, что компонент, просто в разметке есть тех, которые нужно отрендерить. Но суть в том, что при аутобилде у нас нет компилятора. То есть, у нас получается просто кусок мертвого кода в конечном итоге. Потому что для того, чтобы он, грубо говоря, попал в Angular дерево, нужно его пропустить через компилятор. Но это невозможно, потому что его нет. И я пробовал очень много разных воркараундов. К примеру, добавлял в билд JIT компилятор, добавлял… Есть можно еще передавать платформ-браузер напрямую, передавать компиляторы на этапе сборки. И это все не работает. А все почему? Потому что я использую Angular CLI. Кстати, очень важный момент. Angular CLI при появлении… Возможно, знаете, появился билд-оптимайзер флаг новый. Возможно, вы видели. Вот именно после появления билд-оптимайзера Angular CLI начал вырезать метаданные. Метаданные – это то, что мы используем внутри декоратора. То есть, там, template, например, у компоненты style, или, например, у ng-модуля – это import, declarations и тому подобное. Все это является метадатой. Теперь у нас в билде нет метадаты. То есть, для Angular CLI метадата – это строки. Строки нужно вырезать для того, чтобы билд был меньше. Вот такая приблизительная логика у Angular CLI. В связи с этим, Angular для того, чтобы скомпилировать компонент, ему нужна метадата. Точнее, даже не то, что метадата, ему нужен ng-модуль как сам по себе. А в случае, когда у нас нет метаданных, нам не из чего строить это. Вот. Поэтому мне на помощь пришли порталы. Честно, я не знаю, как они это сделали, какой компилятор они используют. Его там просто нет, его физически там нет. Они используют, по-моему, обычный рендерер, про который был прошлый мой доклад, если кто-то был. И все. Я пытался это сделать, я пытался написать в свой компилятор. Это не работает просто потому, что, как я тогда упоминал, зачищается сначала все дом-дерево, потом невозможно это все восстановить. Вот. Приходят на помощь порталы. В этом случае. Это очень интересная на самом деле штука. Вот в моем случае мне пригодился именно дом-портал-хост. Но обо всем порядку. Портал. Портал сам по себе является чем-то по типу, как view-child. То есть это комбинация view, angular view, внутри которого мы можем отрендерить наш компонент. И точно так же, если в него передавать, вот, к примеру, портал является базовым классом, вот component portal. Если в него передать компонент, то он может совместить в себе одновременно и view, и компонент, который нужно отрендерить внутри этого портала. Template portal. Это что-то по типу, как template reference. Выступает у нас, ну, возможно, вы знаете, есть два типа view. Это component reference и template reference. Вот точно так же вот есть два типа порталов. Есть component и template portal. Хосты, они сделаны только для того, чтобы выступать в качестве view контейнера. То есть, грубо говоря, мы можем заранее подготовить какую-то определенную часть view, внутри которого мы планируем в будущем рендерить наши компоненты. Вот почему мне, в чем была, собственно, моя проблема, почему мне нужен был именно дом-портал-хост. Внутри, грубо говоря, мертвого кода для ангуляра невозможно создать view. Но дом-портал-хост позволяет привязываться к дом-элементу, что в моем случае дом-элементом являлся вот этот вот кастомный тег, который мы использовали внутри HTML. То есть, мы привязались к нему и отрендерили внутри мертвого кода наш компонент. Приблизительно. Все. Пока. На данный момент. Я не знаю, как у тебя не получилось завести. Я заводил с помощью компонент-референс. Если кто-то не знает, есть. Просто если вбиваете dynamic components Angular 2… Вот именно. То есть, я не знаю, почему это для меня это просто… У меня там был очень сложный код с HTML, в нем еще… Ну, это вообще там есть такая штука, есть entry components. В каждом модуле Angular складывает то, что вы можете динамически использовать вдруг в вашем компоненте. Но он их как бы так же сам прогоняет через билдер, и они там лежат отдельно, вот эти вот компонентики. Да, да, да. Вот. Давайте вопросы, если есть. Потому что тема такая интересная. Да, кстати, component factory resolver тоже недоступен там. В LTE-билде. Спасибо за доклад. Он стал теперь более понятным по поводу материала, и глаз падает на него. Сразу заметно, что пишут те же люди, кто их фреймворком занимается. Но у меня такой вопрос. Относительно его готов… Просто насколько я понял… Production ready? Да, да. То есть насколько это возможно, и если да, то как он себя ведет? То есть или там есть какие-то исключения, или все ок? На самом деле это все очень project dependent, потому что по факту в нашем проекте нам головой его хватает. Были у меня проекты, в которых мне не хватало, к примеру, date picker, точнее time picker. Вот реально его здесь нет. Date picker готов на 100%. Можно передавать кастомные форматы данных, форматы даты, локали, все что угодно, все это готово. Диалог референсы. Я услышал упоминание о том, что в E11 мне работает, ну и бог с ним. Вот этот, да, Микки Маус. По факту, я думаю, что это на самом деле на 100% готовая библиотека для использования, но стоит буквально… Просто мы в нашем проекте его используем с, так-то, наверное, с бетой 6, я не помню, если честно, но очень давно. Но допиливали, допиливали, страдали, и вот в конечном итоге выстрадали до 5-го нуляра, наконец-то. Продолжение следует...